Если вы хотите узнать, как GTA V Roleplay продолжают запускать сервера, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телекрам-канал, поэтому если вас все это заинтересовало, то заходите туда, ознакомьтесь со всей информацией, подписывайтесь на мой телекрам-канал и вот много-много всего у вас там будет. Не так давно я рассказывал вам о том, как GTA V Roleplay будут открывать новые серверы. То, что для открытия нового сервера, для такого, знаете ли, промо, для рекламы, для какого-то, я не знаю, привлечения новых игроков, они там позвали Николая Соболева, до этого у них вроде как еще был Эдвард Билл. То есть, обо всем этом я вам рассказывал в ролике под названием, там, что-то за шквар, GTA V Roleplay и Николай Соболев. Если вас вся эта тема заинтересовала, то заходите и смотрите данный видеоролик, получился очень интересным. Ну, вот как обычно, в моем стиле, таком, знаете, то есть я, как вы знаете, говна не делаю и вот все, что производится на моем канале, оно объективно, авторитетно, неподкупно. А также, что могу сказать, интересно, абсолютно точно. Поэтому, ну, сами понимаете, зайти и посмотреть нужно обязательно всем, кто вообще услышал данную мантру в самом начале данного видеоролика. Так вот, о чем же мы сегодня с вами поговорим? Все дело в том, что не прошло, наверное, где-то там, я не знаю, и двух недель, да, или там и недели не прошло, наверное, с тех пор, как GTA V Roleplay решили запустить там новый сервер, Rainbow, насколько я понимаю. А сейчас они готовятся запустить еще один проект, потому что очередь, очередь, блядь. Я уже рассказывал о том, что вот я как-то решил поиграть, знаете ли, в GTA V Roleplay, там на Rage MP, скачал там все это, захожу и, сука, очередь нужно ждать. Я просто ждал, 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 а по итогу пососал хуй, потому что, ну, блядь, очередь двигается со скоростью, там, я не знаю, 20 человек где-то, блядь, в минут 5, 10, 15, 25-го, блядь. Я вот решил, что вот все это ждать, все это терпеть я просто не намерен, потому что если, я не знаю, зачем вообще эти очереди создавать там, блядь, слотов, 1400, как могут туда не умещаться люди, я не понимаю вообще, что это такое. И поэтому вследствие, разумеется, всего этого они решили запустить новый сервер, потому что в очереди на серверах стоят, там, я не знаю, по 200, по 300, по 500 человек, и ты сидишь такой, ждешь. А еще, по-моему, если свернуться, то, типа, прогресс того, как ты стоишь в очереди, он, типа, продолжаться не будет. И, в общем-то, они решают запускать новый сервер. И тут вот сразу всплывает несколько проблем. А не повторит ли этот, знаете ли, проект в GTA 5 RP судьбу какого-нибудь сам ПрП? Разумеется, об этом сейчас говорить очень, типа, ну, как-то хуёво, потому что, ну, вообще неправильно, как лично мне кажется, потому что GTA 5 Ролеплей, они прям сильно отличаются от того же сам ПрП, и это такой, знаете, прецедент, это такой, знаете ли, какой-то, я не знаю, ну, охуеть, какой проект, который просто закупает абсолютно всех каких-то маломальских, имеющих отношение к GTA 5 вообще. То есть, там, и Выжелинка они закупили, и, там, я не знаю, Thomas Mann Games, и вот много вообще, там, человек, ты просто заходишь, там, я не знаю, практически на любой стрим, и вот этот GTA 5 RP, GTA 5 RP, GTA 5 RP, при том, что, типа, пиар-менеджер этого проекта Николай Бурцев. Как так получается? Я, типа, я просто, я не понимаю. Я Николай Бурцев, я развалил несколько проектов. В моих планах были такие вещи, как закупки Паши Техника и всех прочих людей на тех самповских серверах. А тут я закупил Эдварда Билла, вот этого Николая Соболева, и всё пошло как по маслу. Учитесь, лохи, как бы, как обычно, вы отсосали. Возможно, что аудитория GTA 5, она, типа, тупая и ведётся абсолютно на всё, потому что, ну, я не знаю, что такого в этом проекте. Я смотрел стримы, я пытался зайти на проект, я не смог, но я вот смотрел стримы, и вроде как это какой-то обычный проект, ну, всецело, просто, который, там, я не знаю, распиарили так, что на него сейчас просто невозможно зайти, и они будут запускать, видимо, ещё один проект, там, и где-то, наверное, суммарно онлайн у них будет тысячи, я не знаю, 13-14 вместе с очередями, а возможно, даже без них, да, потому что, ну, это уже просто охуеть. Ты просто, ты качаешь, там, миллиарды этих файлов, блядь, это как МТА, ёбаный, то есть, из-за чего всем не нравится МТА? Из-за того, что ты там сидишь, блядь, вот эти все свои файлики дрочишь, блядь, качаешь. И тут то же самое, хорошо, хоть на некоторых серверах они качаются, типа, быстро, на GTA 5 RP они качались средне, при том, что интернет у меня 100 мегабит в секунду, и даже у меня они качались, типа, со средней скоростью, хотелось бы, конечно, побыстрее всё это сделать, но почему-то вот оно вот так вот качалось. Непонятно вообще почему, есть серверки, на которых, там, я не знаю, файлов 50, и всё скачивается, там, я не знаю, моментально практически, то есть, при этом скорость интернета одна, типа, компьютер один и тот же, и как такое вообще происходит, абсолютно точно непонятно. Однако, мы будем следить за развитием всех этих событий, что там будет у GTA 5 RP, сможет ли какой-то из ещё, знаете ли, прямых конкурентов GTA 5 RP обогнать, или хотя бы догнать данные серверы по количеству игроков, потому что, ну, я заходил на Diamond Roller Play, я заходил на Grand Roller Play, там, типа, одна и та же хуйня, там вообще непонятно, ну, как вот, там 200 человек играет, и всё, типа, и больше там никого нет. Ну, как бы, вряд ли они смогут как-то приблизиться ко всему вот этому, вот, я не знаю, детищу, да, GTA 5 RP. То есть, это какая-то, я не знаю, GTA 5 Arizona, я не знаю, вот всё такое прочее. Если вы играли на данном проекте, вам, вы, блядь, выстояли вот эту, знаете, очередь, как в советские времена, то можете поделиться своим впечатлением в комментариях по поводу всего вот этого сервера, проекта и всех прочих вещей. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roller Play Phoenix, а также мой никнейм Данте Коннор, а также ссылочка на мой телеграм-канал. Всё это находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok